Девушки отдыхают Как часто бывают ситуации, когда помочь может только хорошая шутка? Постоянно Но часто ли эта шутка появляется в нужное время и в нужном месте? Никогда Что же делать? Что делать? Подготовиться Мы открыли офис, в котором придумываем шутки для ваших жизненных ситуаций За работу! Дайте встретим следующего клиента Максимочка, позовите, пожалуйста Пьер Щедрин Пьер Щедрин Да-да Здрасте Здравствуйте, Пьер Здрасте 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 Это нам нравится Такое настроение хорошее Так, сразу рассказывать проблему, да? Можете рассказать, что за Пьер Щедрин? Нет, я лучше проблему расскажу Это как будто не вошедший персонаж в войну и мир Это родители назвали в честь любимого французского комика Ага, то есть то, что дали вам родители, вы не считаете своим настоящим эмином? В честь Пьер Кардена Это комик, да? Да Правильно, Кардашьян Карден — это когда уже Кардашьян уменьшился Исписавшийся Кардашьян, Карден В честь Пьеры Ришары, да? Есть что-то у вас такое ришарское, ришарное? Небольшое такое Причёска? А вы никогда не видели Пьера Ришары? Ну ладно, давайте, Пьер Так, у меня проблема с языком В школе и в институте Я изучал китайский язык, ну так получилось Ситуация такая, что когда я знакомлюсь с кем-нибудь Ну или там общаюсь в тусовке Кто не знает про это И когда узнают, реакция одна Типа, о, китайский, блин, круто, скажи что-нибудь На самом деле я ничего не помню уже из китайского языка Потому что это было давно Когда вы закончили? Лет, наверное, двадцать назад Дело в том, что китайский язык такой Специфический, если им не заниматься Точно там через полгода Ты вообще ничего не помнишь Типа как медицинский язык, да? Да, только там одно или два слова И уже на операции китайцев не пускается, да? Ну да, соответственно Что, ну да, ничего не понятно, честно А что он сказал? Это непонятно было никому Ну да, да, да Ну реально хуйню сказал Ну реально, а что он не слушает-то? Так он слушает Я проверял специально Слушайте внимательно, я иногда хуйню говорю А вы соглашаетесь Слушайте внимательно, я не до хуйню не говорю Так, просят сказать что-то по-китайски Да, проблема в том, что я не могу ничего сказать по-китайски Я там говорил одно слово там какое-нибудь там Ну чисто там на отъебись Вот, но китайский язык такой Как на отъебись по-китайски? Интересный Что все такие А скажи еще что-нибудь там Скажи там предложение какое-нибудь Вообще уже даже не реагирует Скажи какой-нибудь стих расскажи А он все правильно делает Потому что надо закончить В общем, нужна какая-то шутка Которая максимально уводила бы вообще От китайского языка Так, скажи что-нибудь по-китайски И говорите, не убегайте Я просто кашляю Ну то есть Ну, кстати, клево А какие слова помните по-китайски? Ну, хуй Да Как это на китайском? Хуй Ну, это глагол возвращаться Там не хуй, бухуй То есть иди на хуй Это иди, но увернись Да Ну, кстати, да Скажите что-нибудь на китайском Вилку не надо Что еще китайцы делают? Фотографируют Ваня говорит Скажите что-нибудь на китайском Вы говорите Можно у вас сфотографировать? Так, кстати Да? Еще один ответ Лассетен Что? 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 Что сказал? Лассетен Что это? То, чем ты моешь голову? Что ты говоришь? Лассетен Это лось? Десять лосей Понимаешь? Я думал, что это на французском сначала Лассетен Да, что это такое Да нет Я же пьер Я же пьер Ну, типа Пьер лассетен Пьер лассетен Может быть мы не будем вам придумать ответ на это Просто псевдоним отдадим А где вы вообще сейчас работаете, пьер? В французской компании А вы по-французски говорите? Ну так, немножко Немножко? Ты сапель Каман? А, как меня зовут, да? Жесвы Эрик Кантона Это ваше настоящее имя и фамилия А не то, что родители придумали Меня зовут Зинадин Зидан Или как мои родители говорят Алексей Шамутило Но это мое ненастоящее имя Я тоже, когда злюсь, бью головой в грудную клетку Больше про Зинадина мы ничего не помним Мне вообще девушка говорила, что Она говорит, что Зачем учить китайский, если можно сразу на нем говорить? В таком можно, да Скажите что-нибудь на китайском А что, не любите, когда общаться, когда понятно? Как вам? Это шутка, да? А вы давно и на русском не разговаривали, да? А вы можете повторить? А у вас в ухе переводчик или что? Сейчас, подожди Вы как воспринимаетесь на французском? Ну типа, я не люблю, когда понятно говорят, да? Не правильно я понял? Не-не, он говорит, а вы что не хотите, когда... Вы не любите, когда понятно говорят? То есть они же не понимают ничего по-китайски А вы такие, а вы не любите? Ну это такой, типа... Такой французский воебон, я бы это назвал Значит, иногда у нас случаются ситуации, когда сложно что-то придумать И в этом случае нам помогают ребята, которые работают на доленке Сегодня это Денис Смирнов и Никита Дубровский Давайте им поаплодируем И от них пришел вариант Скажи что-нибудь по-китайски «Тайвань наш». Вот. Ну, это отлично. Это топ, топ. Скажу сегодня на китайском. Да не парься, скоро все заговорят на китайском. Мы сейчас с Китаем. Скитаемся. Скитай-трянка. Знаете, что это такое? Это когда только желтые конфетки на лице. Вы понимаете, что я говорю? Да, да. Помните русскую рекламу? Скит-трянки-то? Скейт-трянки, да. Много маленьких скейтов на лицо. Я, кстати, наконец-то рад встретить человека, который понимает, что Ваня хуйню несет. Который говорит, а ты зачем говоришь, мальчик, что-то мне? И из-за этого Ваня нормальные вещи начинает говорить. Вы понимаете, что я говорю? Скит-острянка, вы помните? Скит-рянка, да. Какая скит-рянка? Буквы договаривайте. Какая скит-рянка? Что за ски? Скит-рянка, да. Скит-рянка, сэр. Что вы мне все улыбаетесь? Улыбка не означает понимание шутки. У вас оборожительная улыбка. Иван доволен. Вы что-нибудь хоть поняли, что я говорю? Да, все тут написано. Посмотрите дома рекламы, скит-острянки. Что, да, посмотрите, да. Кто, не надо мне подарков ваши? Подписали. Подписали, блин. Да вы не перепутали. Так, ну что, спасибо, заработал. Что, спасибо, я говорю? Саванап, где сталкивались и в воду превращались, помните? Да-да-да, скит-рянка, скит-рянка. Благодарность. Так, я знаю, что Алексей любит ездить на поездах. Алексей! Алексей! Все, все у нас любит Алексей. В адскартах незаменимая вещь. Да, компьютер ему подарите, да. Это дождевик. Да-да-да, супер. Да-да-да, я слышал рекламу. Историю, да? Историю, да. Это тоже для... Можно, да. Под голову, чтобы удобнее было, да. Яйца завернуть, хот-дог, что-нибудь. Член ставить, чтобы не вонял. Кретряночка. Крем для рук? Да. Крем для рук? Да, крем для рук, да. Руки должны быть сухими. Супер. Руки не сухие. Пакет, да. А, так, тоже крем для рук. Крем для рук. Я знаю, что Ваня любит ходить в шапке, но красной не было. Для рук, для рук, для рук. Я... Условно просто. Да, пакет. Все, Пьер, спасибо большое. Уходите, пока он еще. Да. А есть... Можно найти более легкий способ скрыть свой пук, чем это? Иисус. Самолет. Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов, которые также еще помогают бизнесу, и они помогают с командировками и в оформлении отчетности. Ладно, давай, позовем следующего гостя. Следующего гостя — Максимочка, но следующий гость — Лера Цикун. Привет, Лер. Все? Все? Спасибо. Вань, ну... Что ты сразу такое отвращение показываешь? Я переехала когда-то из Краснодара для того, чтобы осуществить свою мечту. Переехать из Краснодара. В Москву. И к этому я еще хотела стать актрисой. Я поступила в институт театральный, закончила его. Все хорошо, прекрасно. Я продолжаю дальше выступать. Вань, тебе не интересно? У него просто такая же мечта. Продолжать выступать. Как ты мне поможешь, да. У меня произошла кремация. А я всегда мечтал погребения. Мы можем тебе помочь. Нет, извини. У нас возможно отравление, но мы будем делать вид, что все в порядке. Я слышал, просто надо больше пить. И тогда все тело внутри будет гладкое. Я продолжаю выступать. Все хорошо, как мне кажется. Но я никогда не снималась в большом кино. И я от этого не переживаю. Все нормально. У меня все равно насыщенная жизнь. Я вот пришла даже сюда. Наконец-то. Я очень рада. После Пьера. После Пьера, да. Тяжело. Да. Забрал все внимание к себе. Все Ваня на внимание. Причем к себе. Я впервые видел, что Иван захотел покончить со мной. В предчеловеке. Да. Вот почему говорят увидеть Париж и умереть. Конкретно про одного человека просто. Все хорошо. Жизнь продолжается. Ничего. Я не снимаюсь в кино. Все нормально. Да. Но. Я встречаю вдруг старых знакомых или родственников. И они мне говорят. Ну а что, когда ты будешь уже в телеке. И вот это вот. И все получается. Все мои старания. Там какие-то успехи маломальские. Моя какая-то работа над ролями. Все это. Как будто этого ничего нет. И если я не в телеке, то я не актриса. Помогите мне. Помогите мне. Помогите мне. Что случилось? Я проглотил крем для рук. Давайте скажем, значит, наш удаленщик прислали ответ. Сегодня это Денис Смирнов и Никита Дубровский. Давайте им поаплодируем. И сразу... Это, кажется, на сути смерти основных сотрудников. Что-то должно произойти. Значит, вопрос «Почему ты не в телике?» Ответ «Не переживайте, я скоро устроюсь в МВидео». Ну это еще хуже, как будто. Чем что? Чем смерть Ивана? Блин, не успел сыграть. Что ты сыграл? Я не успел замаскировать, рык. Хорошо. Поздно, поздно сыграл. Хорошо. Блин, ты, короче, представляешь, я каждый раз вот сейчас выдыхаю, когда на выдохе, и этот запах выходит, и я его чувствую носом. То есть я как будто просто скажу... Мне приятно пахнет, но мне... Мне точни до того, что... Приятно пахнет. Блин, я как будто между двух проблемами чувствую. Но здесь мне хочется вести себя, как Пьер, примерно. Да-да-да-да-да-да-да. Что ты говорила? А тут есть что-то вот... Может, надо уже скорую вызвать, потому что если... Вдруг ты серьезный. Крем для рук... Интенсивно... Пить... Галлюцинации. Крем для рук интенсивно питает и смягчает кожу. Легко впитывается. Вот это проблема. Имеет мягкую текстуру. Ну, я чувствую... Не чувствую, что как будто бы возили. Способ применения. Вот что надо читать. Выдавить. Это я правильно сделал. Небольшое количество... Было... На чистые руки. Вот ошибка. И равномерно распределить. Но это сейчас происходит. Повторяйте по мере необходимости. Провокаторы. Предосторожности. О, интересно. Смотри. Предосторожности. Вся линия жизни уменьшается. Бля... Предосторожности. Даже если на вас не обращают внимания. Прости, пожалуйста. Но вопрос жизни и смерти. Да, понимаю. Но у меня, возможно, никогда по телеку тоже не показывают до конца жизни. А они все будут все равно подходить и говорить. У тебя жизнь подольше будет, я думаю. А я этого не увижу уже, как тебе говорят. Предосторожности. Только для наружного применения. Поэтому я выживу, если меня вывернуть наизнанку. Я с красным дипломом закончила, между прочим. А я с красной глоткой закончил. Извини, у него очень серьезная травма от прошлых отношений. Он не может общаться больше с клиентами. Пьер засунул мне глубоко. Я причем не понимаю, у тебя лицо не как будто тебе плохо от боли, а просто на душе хуёло. Есть у нас крем для души какой-нибудь? Помазать душу. Вон, хочешь, съешь еще здоровый перекус, может, выздоровеешь? Куда его засовывать? Лера, я придумал тебе ответ, значит, тебе говорят, когда мы тебя увидим по телеку, а ты говоришь, если все хорошо пойдет, то никогда. Это хороший вариант. Когда тебя увидим по телеку, не знаю, могу прямо сейчас пожечь нашу квартиру. Или такое не берут, голые смешные. Эвакуация. Голые смешные эвакуации. Это когда чуть-чуть сиську видно. Но потом смеются пожарные все. Это я в таком состоянии такое могу. Давай подумаем еще, значит, когда тебя увидим по телеку, да, в основном спрашивают? Тебе хочется, чтобы они посмеялись в ответ? Ну, мне хочется, ну, как-то ответить, да. Потому что я так, ну, это больная тема, и мне сразу хочется как-то обидно сказать им в ответ. А хочется, ну, чтобы мы не ругались в легком формате что-то. Надеюсь, Пьер варит противоядие. Да, а он сейчас такой, да-да-да, я делаю это. Ну что ж, очередной ответ от наших удаленщиков. Значит, они спрашивают, когда ты уже попадешь в телек, да? Как они спрашивают? Ну, когда... Я просто смеюсь из-за того, что насколько он... Насколько ему плохо, что он уже наплевательски относится ко всему. Просто сам, он сам глотнул крем. Я напомню, как это произошло. И теперь он ненавидит тебя за то, что ты будешь. Он Пьер без сука. О, без суков. Блин, я хочу пить воду, но как будто я пью крем постоянно. Я как будто просто каждым глотком чуть-чуть растворяю крем. И он просто льется и льется. Блин. Вань, здесь вот Лера. Лера. К нам пришла. Лера, я все понимаю. Я понимаю, но... Ну... Это что? Это что у нас? Я вахту не кончил, не смею бросать, сказал кочегар кочегарую. Огни в моих топках совсем не горят. В котлах не держать больше пару. Ты учила этот стих? Нет. Ты точно театральную его учила? Там не это стих учишь сейчас? Да, там не было. Сейчас другой стих учишь? Там другой. Там какой? Не знаю. Мы дядя самых честных правил. А, ну мы до революции этот учили. Мой Ваня самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он литр крема внутрь отправил. А Пьеру похуй до сих пор. Какой тяжелый был мотор. А Пьер, да-да-да-да-да. Внутренний мир Ивана Элина подвергся нападению французов. Недаром помнят Ивана Элина. Кишка Ивана Элина французу отдана. Так, ладно. Давай попробуем последнее. Ты понимаешь, возможно, это последнее, что ты сможешь сделать. Помоги хотя бы. Ну я просто пытаюсь вернуться в это русло. Тут просто не так смазана тема, как рот Ивана Элина. Поэтому сложно войти сейчас. Если я буду по телеку, а когда я увижу... А они кем работают? Да все по-разному. А я вас когда увижу... Разнорабочие? Давай, скажи, кем кто работает, да. Ну, врачами. Врачи. Когда я вас увижу на операционном столе? Вы же врачи. Уже пора бы и на стол. Сколько уже... А если в банке? Когда я вас увижу в форме денег? О, когда я увижу на купюрах вас. Во. Да. Тогда же, когда я вас увижу на купюрах. Учитывая, что на русских купюрах. Самара. Когда вы станете городом? Ну, будет странно, если просто без Пьера это будет идти. Такой выпуск. Обосал, обосрал. Сидим. Давай еще дальше. Профессии, говорите мне. Да профессии нам не нужны. Нам общие ответы. А что надо? Общего не надо. Это что, тетрадка? Общие надо им. Давай, продолжай. Учителя. Что? Учителя. Учителя. Ну, они денег не видели. Их на купюрах не увидишь. Как будто Ваня умирает и у него спрашивает весь жизненный опыт. Скажи, что делать. Скажи, строителям, что делать. Строителям. Что там они делают? Когда, где их должно видеть? Когда строители что, строят дома? Да, когда... Это первый компьютер с такой скоростью намокил. Первый калькулятор. 17 плюс 7. Так, 17 плюс 3. Это 20. 20 плюс 7 минус 3. Это 4, 24. Дальше кто еще? Допустим, нейробиологи. Что это? Пропускаем. Айтишники. Нейробиологи, говоришь, я вас не вижу просто. Все, инфазория, туфельки. Наделись башмаки и в свои инфузории ушли. Кого еще? Доставщики. Что, и они даже спрашивают? Так, очередной вариант от удаленщиков. Ой, Лера, Лера, когда уже парфельки будешь? Вариант от удаленных ребят. Значит, смотрите меня в прогнозе погоды. Я там играю антициклон. Почему анти? Циклон. Так гораздо лучше. Учитывайте это в будущем, когда будете присылать вариант. А почему антициклон, Саня? У нее цикун фамилия. А, антицикун. Все, мне блевать хочется. Иди же. Спасибо. Ну просто, чтобы не задеть, не потому что... Спасибо. Жесть. Одна обида породила другую обиду. И я наблюдаю за обидами. Пинг-понг, обидный пинг-понг. Давайте все примем крем. Если вы любите меня. Это великая история о Ромео, Шамутиле и Цикун. Продюсет Бай Ивана Лин. Так, ну ладно, какие у нас варианты этих на всякий случай. Он ищет, опять, Пьера. Хочет узнать, смотрит ли он на его страдания. Изображает китайский для привлечения внимания. Короче, у нас есть... Можно на секундочку? На секундочку. Значит, есть варианты, когда вы уйдете по телеку «Если все пойдет хорошо, то никогда». Вроде бы такой... «Колки», да? Самая крутая побочка, которую я видел вообще. Какое? Неуважение к гостям, к остальным? Я променял отравление на красивый голос. «Дорога щенкам». Да, красота всегда соседствует с болью. Это изнасилование. Это чувствуется. И второй вариант, когда мы... Почему крем съел он, и плохо нам всем из-за этого? Фух. И второй вариант, когда мы тебя увидим по телеку, не знаю, могу прямо сейчас поджечь нашу квартиру. Ну, Лер, ты можешь прийти в следующий раз, чтобы мы это решили без этого. Ну да, чтобы мы поговорили хотя бы, да. Да, мы постараемся не добавлять ничего у Ванька. Но я думаю, что эта травма с ним надолго. Я думаю, что он около года будет все время... Какой он пидарас! Скетрянка! Я ненавижу! Мои анализы. Тима вам не меня. Тима вам не меня. Опять изображает китайский. Он ушел уже давно. Давай, ставь и все. Тима вам не меня. Ванек карандашом, потому что он испортил даже свою подпись. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну... Подарки. Можешь дарить не всем, я скажу. Ну, да. Что, ну да-то. Я на каждую профессию придумал. У меня был хороший для тебя, ну ладно. Я знаю, что у Леши есть проблемы. А у меня нет проблем. Я ходила на стендап, на концерт. И там Леша рассказывал то, что девушка его выкидывает в вещи постоянно. Дошел до трусов. Считал все трусы зрителей, свои трусы. И стало ясно, что есть проблема некоторая с трусами. Поэтому вот, я дарю тебе. Это будет плюс один. Это трусы? Это трусы. Спасибо большое. Пакет оденься. Спасибо за трусы. Пакет писай. Вань, я не была на твоих выступлениях. Я хотела... Я не выступаю. Ну, поэтому и не была. Все, кстати, очень правильно. Я хотела тебе подарить обещание, что я приду на твое выступление. Но ты не выступаешь, ну и в целом нет. Ну, я хочу подарить тебе немного денег. Вот. Так я не знала, что тебе купить. Купишь себе что-нибудь? Что, много? Тут много почему-то. Тут много. Тут много. Ну, это многовато, да. Это реально много. Ты уверена, что там? Ну, я же не знала, что ты так будешь со мной разговаривать. Прости, пожалуйста. Лера первая, кто скинулась на лечение. Спасибо большое. Спасибо. Кучу денег тебе. Половину, да. Доктор. Он поправился? Да, но он выбил очень много. Думаю, будет какой-то побочный первый. О-у-у. О-у-у-у. О-у-у! О-у-у-у-у-у... О-у-у-у! Продолжение следует...